Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. И кто иногда заглядывает на мой канал. На канале Томата больше чем любовь Светлана Чернова. Живу я в Чувашии на Средней Волге. И вот как обстоят дела с томантами в грунте. Лили дожди неделю. Вот дней 10 назад все было здесь убрано. Листья убраны, пасынки убраны. Недели заходить невозможно было. И до сих пор еще влажно. Тут среди грядок. Что с ними теперь делать? Теперь вот идет уже последняя декада июля. Если томат после того как зацвел. Он через 40 дней только даст томат. Будет у него зрелый томат. Скажем это считайте уже будет практически сентябрь. И вот действительно уже им расти. Теперь куда им расти вот уже? И все убрать надо все пасынки абсолютно. Убрать надо уже точку роста. Тут же как посажена? Смесь. Тут посажены и грунтовые, и для пленочных теплиц, и для теплиц. Для всего. Все что осталось все здесь. Ну а как они теперь растут? Вот здесь только на этой стороне у меня часть грунтовая. Вот томатов там на всех уже томаты есть. Уже в это время без томатов да. Ну естественно как мне пришлось услышать. Что вы показываете свои зеленые томаты? Ну живу я на средней Волге. В июле даже самое благоприятное время в июле созревает. Конечно в конце июля в грунте. Но созревают пока только в теплице. Я пока хочу показать не помидоры, не зеленые томаты хочу показать. А хочу показать что с ними делать. Как мы вершкуем. Вот беру вот томат. Тут вот кисти, кисти, все листья. Тут одной конечно справиться нельзя. Нужно всем семейством упасть. Вот цветочная кисть. Один лист, два листа даже вот останется. И вот эту верхушечку я убираю. Вот все то же самое. Вот цветочная кисть. Вот он пасынок. Он уже зачем он нужен? Уже все его надо убрать. Потому что вот видите кисть и сразу пасынок. Его убрали. Так остается вот тут один лист для него. Вот еще два листочка. И точку роста пришипываем. Хотя вот говорят один листочек остается. Ну и оставила два листочка. Потом можно будет. Работа конечно предстоит немаленько. Вот тут тоже пасынок. Рядом с цветочной кистью вот этот листок уже оборвался сам. Рядом с цветочной кистью вот уже пасынок опять. И вот точка роста. Все. Точка роста убираю. Все. И вот все это надо сделать, чтобы то что навязала, вот что навязала, чтобы они, вот этот сам он вершковался. Видите, на нем очень много томатов. И он все, люблю я вот в грунте такие томаты взяли, завершковались, не все. Но есть тут такие томаты, вот которые, которые не думают. То же самое цветочная кисть, пасынки все убрать. Ну, заросли, я всегда говорю, заросли бамбука. Не знаю, правда, как бамбук растет. Ну, заросли бамбука всегда говорю, как, когда заросли вижу. Но вот смотрите, как они, чтобы уже вот это то, что понавязала, вот, вот чтобы это, вот один цветок он упал, что завязала, чтобы успела. Надо сегодня, как говорится, не надо полениться, надо все сделать, и пасынки, и, естественно, совершенно голые, вот зачем ты вы голыми оставлять? Не оставляю голыми, вот тут что будет созревать? Там же темнота, и листья тоже, вот они, когда вот в такой темноте вот эти томаты созреют, естественно, тут и пасынки растут, тут и листья растут. Вот, надо мужа поставить, он хорошо стыжет. И что интересно, где он стриг нежалейчие? Там вот с такими томатами кусты стоят. То есть надо мужчин допускать, они знают, как работать с томатами. Сегодня, как говорится, день будет посвящен вот этому делу. Кому понравилось полезное видео, это не для тех томатоводов, которые уже сто лет занимаются, и специалистов, а для тех, кто вот начал только заниматься. Тоже я думала, как их вершковать, что с ними делать, где они, где чего убирать. Теперь руку, когда набиваешь, уже все знаешь, где, что делать, как вершковать. Но листья убрать надо немедленно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова